Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем разговор про «Балтику». В прошлый четверг у нас было очень много звонков и комментариев от наших радиослушателей. Мы и в этот раз предлагаем вам тоже присоединяться к нашему обсуждению. Звонить по телефону в студию 672-12-93-9, 672-13-93-9. И на ваши вопросы ответит докторант Балтийской международной академии Ольга Петерина. Добрый день, Ольга. Добрый день всем слушателям. И эксперт по транспорту, журналист, собственный корреспондент РЖД-партнёра в странах Прибалтики Наталья Вострухова. Добрый день. Добрый день. Комменты, которые вы высказывали в прошлый раз, мы помним. Да, конечно, проект может иметь военное значение. И об этом, кстати говоря, и в нашем парламенте, и в министерстве. То есть, понятно, что, имея такую инфраструктуру, по ней можно перевозить военные грузы. Но это не мешает военной те же самые грузы перевозить и по существующей широкой колее 15-20. То есть, реально, наверное, это не та тема, о которой стоило бы беспокоиться. А вот о чем стоило бы беспокоиться, мы в прошлый раз начали говорить о том, что в стоимость этого проекта не включены затраты на подвижной состав, что этот проект вместо прогнозируемого дохода совокупного в размере 16 миллиардов евро принесет совокупные убытки в 4 миллиарда. Вот, Ольга, если возвращаться к таким земным делам, кому выгодно делать такой проект, если он, ну, уже сейчас ясно, что он будет дотационным, убыточным и, ну, ляжет какой-то тяжелый нос и непонятно на чьи плечи? Ну, скажем так, поскольку данный проект является частью планируемой единой европейской сети ТНТ, которую Брюссель запланировал еще в 1998 году, дабы соединить, так сказать, все страны Европы, поскольку Латвия, Литва и Эстония, они вошли даже позже в этот проект, то есть произошли потом определенные корректировки, данный проект был запланирован, скажем так, Брюсселем. Вот, это не единственный проект, запланированный Брюсселем, и который, ножи которого потом несут жители страны. Да, то есть такие же проекты имеются в Испании, например, это вот как раз участок от Барселоны до французской границы, а также участок дороги в стране Басков, то есть тоже, который соединяется, должен соединять Португалию, Испанию, Францию, и, так сказать, с Южной Европой, всю Европу соединять. Ну, вот Рейл Балтик, она аналогична тем же проектам, то есть является частью сети, но в то же время денег на нее должны выделять собственные государства, которые, по территории которых будет проходить эта сеть. Вот в академической литературе имеется даже ряд работ испанскими авторами написаны, но испанские авторы, так скажем, отдадим им первенство в этой части, потому что это единственная страна в Европе, имеющая самую продолжительную сеть этих железных дорог высокоскоростных и долгий опыт, и они уже знают, как это работает на самом деле, да, не по сказкам. Вот, и они, например, пишут уже такое, что если в Европе надо строить, пусть она и денег на все дает. Если они хотят построить эту сеть, она нам не выгодна, но нужна Европе, пусть они платят 100% финансирования. Вот в случае с Рейл-Балтикой точно так же говорилось о том, что все страны будут иметь, ну, там, огромные прибыли, там, ну, понятно, там, в плане соединения людей и так далее стран, это очень хороший проект. Но в плане того, что там будут создаваться рабочие места, например, да, инновационные, высокотехнологичные, мы понимаем, что к трем странам это мало относится, поскольку машиностроения отсутствует, ну, железнодорожные гиганты – это французы, немцы и те же самые испанцы. И мы понимаем, что закупка того же подвижного состава будет осуществляться у этих стран. Ну, то есть это им и выгодно, по сути? Естественно. То есть основные закупки будут производиться сейчас, а не через 30 лет, как считается вопрос окупаемости. Они будут 30 лет поставлять запасные части, обслуживать подвижной состав, поскольку при том объеме движения, которое будет в трех странах, страны не могут позволить себе иметь потом собственные обслуживающие предприятия. Ну, скажем так, да, это будет очень дорого. И в операционном плане, разработанном в прошлом году для компании «Рейл Балтика», четко указано, что, например, ежегодное обслуживание одного пассажирского поезда обойдется его операторам полтора миллиона евро в год. Это помимо закупок самого подвижного состава. Сколько пассажира должно проехать на таком поезде, чтобы это было выгодно? Вообще, как указано в отчетах счетной палаты Европейской комиссии, указано, что необходимо иметь 9 миллионов пассажиров от первой станции до последней станции ветки, чтобы эта ветка была прибыльной. У нас же, скажем, на основании инвест-расчетов Эрнст-Янг, в первый год всего 900 тысяч пассажиров указано, но не указано на какое расстояние. То есть это может быть 400 тысяч человек, которые проедут с аэропорта Риги до Риги на расстоянии 11 километров. Вот и все. Ну, такой вариант тоже возможен. То есть мы понимаем, что это вообще полное несоответствие тому принципу, на котором должна основываться экономическая эффективность железной дороги. Что такое количество пассажиров не соответствует никаким обоснованиям, которые уже лет 10, как во всех академических учебниках описаны. Счетная палата Еврокомиссии описывает это и указывает это как недостаток. И указывает, что все расчеты, подобные Эрнст-Янг, проводятся номинально, и они не соответствуют действительности. Но тут же они делают некоторые оговорки, что на самом деле Европейский Союз не имеет особого влияния и не может прямо и директивно влиять на какие-то руководства, политики, государства, которые строят эту железную дорогу. То есть 85% денег, выделяемых на этот проект, это не влияние? Ну, вы знаете, 85% денег, это не скажем не на проект, а по расчетам Эрнст-Янг Балтик. То есть вот они посчитали, что это будет 5,8%, но это и закрепили в международном соглашении. Любой перерасход за счет государств. Сделан был анализ уже всех проектов, которые были финансированы Евросоюзом, ну, в сотрудничестве, да, государства и Евросоюза. Вот если взять по итогу, то есть когда уже все строительство реализовано, вступило в эксплуатацию, то по факту оказывается, что государства несли нагрузку не менее 43%, то есть половину проекта. Это вот как раз и начинаются вот эти вещи, как подвижной состав, затем вот предложены региональные станции, их же тоже будут строить только за счет государств, хотя на некоторых станциях обслуживание, ну, в сутки пассажиров, там не более 100 человек предусматривается, например. Вот такие вот моменты. А подвижной состав необходимо будет там 500 миллионов в 26-м году, 400 в 35-м и 816 миллионов в 55-м году, чтобы его полностью обновить. То есть это стоимость закупки поездов, да. Наталья, вы хотели что-то добавить? Да, был вопрос к Ольге. При разработке в прошлом скоростных магистралей попадались ли вам документы экономической эффективности тех же у испанцев, у французов и у итальянцев за годы, да, вот вперед? Видели ли вы эти? Да. Вот какие у них данные были? Вы знаете, у всех примерно одно и то же. У всех примерно одно и то же. Например, всем известный канал под Ла-Маншем, который уже, слава Богу, 30 лет недавно отметил своего действия, вы знаете, там до сих пор на 85% ниже грузовая загрузка, чем предполагалось в инвестообосновании. На 85% ниже. Да. И он себя начал окупать лишь через 22 года эксплуатации. То есть 22 года он был убыточный. Поскольку в инвестообосновании точно так же, как и Эрнст Янг, было предрасположено, что, знаете, они заменят самолеты, они заменят паромы и так далее и тому подобное. Но когда делаются эти расчеты, примерно так же, как в Рейл Балтик, никто не принимает во внимание, что конкуренты на рынке, они тоже живые. То есть те же Люкс Экспресс, вот эти вот все междугородние перевозки, которые осуществляются автобусами, они снизят цену, придумают более, у них же более гибкое расписание, да, там автобусы каждые полчаса ходят. А это очень самый главный момент. Вот, например, в Швейцарии считается это основным вопросом, то есть подвижность расписания. То есть если будет расписание каждые полчаса ходить поезд, люди на него пересядут рано или поздно из-за удобства. А у нас предусматривается, например, 4 поезда в день от Вильнюса до Таллина. Это очень неудобно. В любом случае люди будут перемещаться на автобусах. Плюс к тому же автобусы, как оказалось по расчетам, ну, уже по 25-летнему опыту эксплуатации железных дорог, если у автобуса 60% заполняемость, то у него эффективность выше. Даже экологическая. Вот, чем у электрической железной дороги. Ну, все-таки вы говорите, что пассажирские перевозки в Европе, они по-любому дотационные. И в нашем случае мы ничем тоже не будем отличаться. Просто весь вопрос, наверное, в соотношении цены билета и доходов населения. Это, да, это очень важный момент. Почему-то как-то этот вопрос не обсуждается. То есть эти наши три страны, они, ну, гораздо отличаются от европейских стран с сетью высокоскоростных железных дорог по уровню средней заработной платы. Ну, можно так сказать, что раза в три, да. Ну, только Испания, может быть, там в два раза отличается. То есть там люди намного больше могут себе позволить, скажем, покупательная способность выше, а значит и способность заплатить выше тариф для собственного удовольствия, она дается ему менее безболезненно. Ну, однозначно. Плюс к тому же, если сравнить такой момент, как стоимость электроэнергии, которая 17% будет составлять в себе стоимости, а мы знаем, что Франция, Испания, они потребляют атомную энергию дешевую. А у нас здесь цены на электроэнергию, мне кажется, известны всем. И если у наших соседей, у Литвы и Эстонии последние пять лет цена на электроэнергию методично снижается, то почему-то она в Латвии, которая обладает самым большим количеством гидроресурсов, она растет на непонятной основе. И это очень важный момент, потому что если в Латвии будет высокая цена, в Литве будет низкая цена, если они начнут пользоваться польской атомной энергией, то стоимость региональных поездов в Латвии для перевозки местного населения, она будет просто запредельной, и люди не будут пользоваться этим. Я не знаю, как там потом вырастут все эти дотации, как они будут осуществляться. То есть государство сейчас должно думать, должно представлять людям какую-то стратегию, вот именно энергетического развития Рейл-Балтики, ведь это очень крупный потребитель будет электроэнергии. Насколько увеличится потребление электроэнергии за счет этого проекта? Ну, там минимум получается, в Латвии для Латвии это получается, сейчас я вам скажу, процентов 6 от общего сейчас потребления латвийского. 6 процентов. Это без учета региональных поездов. 6 процентов от общего. А у нас сейчас дефицит процентов 14-15, то есть мы будем его покупать где-то в другом месте. Здесь будет очень важен источник. То есть если у нас руководствуется всей экологической риторикой в развитии проекта, необходимо людям уже сейчас показывать какие-то на сайте размещать, какие-то соглашения, меморандумы с какими-то именно чистыми источниками, чтобы все понимали, что это будет не эстонская электроэнергия от сланцев, которая еще хуже будет, чем грузовики. Ну, по выбросам я имею в виду. Но у нас почему-то этого не видно, никакой вот этой общей энергетической политики. Ведь если три страны будут задействованы, у двух из трех стран есть дефицит, каждая будет покупать для себя на свой участок, ну, возможно, если произойдет какое-то разделение по трем участкам, и никто не захочет делать, знаете, когда перекрывать чужие расходы, вот эти вот кросс-дотации. А разве такой межрегиональный проект не является таким крупным игроком на рынке электроэнергии, который бы, ну, как нам говорят, может закупать напрямую у каких-то поставщиков, может играть ценой на бирже? Это не вопрос. Да, можно придумать различные интересные схемы продажи электроэнергии, покупки. Плюс, когда построят всю инфраструктуру, то энергетическая инфраструктура Рейл Балтика значительно может укрепить мощность сети, то есть надежность сети страны. И плюс она может даже, ну, свободные мощности, она может еще сама продавать электроэнергию, пропуская ее через свою сеть. Но для этого должна проводиться уже сейчас работа. Как это все будет? В рамках дефицита существующего. Как-то перепрофилируют, кто-то поменяет каких-то поставщиков. То есть вот эти разговоры, вот там, например, про Белорусскую АЭС, которая строится, да, это атомная чистая энергия. Будет ли оно использоваться? То есть вот этих дискуссий по поводу энергетической политики, связанной с Рейл Балтикой, мы не видим вообще. Насколько чистой она будет? Да, говорят все, что да, проект чистый, это же на электроэнергии. А где ее будут брать? Ну, вы знаете, в отношении электроэнергии этот вопрос как-то вообще никогда не затрагивается, не обсуждается. Нам говорят, что электромобили – это бест, и электропоезда, конечно, это тоже гораздо лучше, чем какие-то там дизельные. Но об этом мы поговорим после перерыва. Сейчас мы перервемся на небольшую паузу. Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем обсуждать проект Рейл Балтика и говорим о расписании, о ценах билетов и о том, поедем ли мы на этих поездах от Вильнюса до Таллина, и если да, то когда и как часто. У нас в студии докторант Балтийской международной академии, который пишет диссертацию по этой теме, по теме Рейл Балтика, и крупный специалист по энергетике Ольга Петерина очень смущается, и журналист, который работает в крупнейшем транспортном портале РЖД-партнер, Наталья Вострухова. Какое расписание планируется вот в этих поездов? Понятно, 16 евро декларировалась цена билета от Вильнюса до Риги, и, соответственно, примерно столько же от Риги до Таллина. То есть, получается, от первого пункта до последнего примерно около 40 евро будет стоить билет. Но, наверное, для Риги более актуально то, что реально вырисовывается, это электричка до аэропорта, и как будет она ходить? Вот что в операционном плане нам обещают немцы? Мне кажется, важно подчеркнуть, что у нас пока у населения есть информация по старому плану, который был Эрнеста Иянга, и там много вопросов, в том числе и про списание поездов Рига, аэропорт-станция, неудобных, а оказывается, в операционном плане все иначе. Да, в 2018 году немецкая компания, которая разрабатывала совместно с Датской, они представили… Это ЕТИ и КОВИ. Да, они представили уже более, скажем так, осовремененные, более адаптированные, да, уже под реальность, так скажем, этих лет план. Они включили туда региональные поезда, но они это сделали самостоятельно, как собственное предложение для того, чтобы сделать более частыми движения поездов. Региональные – это то есть только Рига, Вильнюс? Нет, нет, это только там Рига, Салатсгрива, такие поезда, которые будут делать несколько остановок, не три остановки в дороге, да, потому что каждая остановка, она съедает от 6 до 12 минут, вот, и, ну, то есть движение тогда на час больше будет, если будет останавливаться там на всех, хотя бы даже на половине региональных станций. Но для удобства лиц, проживающих по вот этой трассе, по магистрали, там, ну, Салатсгрива, Бауска, да, то есть еще будут созданы, предполагается создание региональных станций, чтобы люди могли в час пик добираться до работы, которая в основном находится в Риге, да, в Рижском регионе. Вот, по поводу электрички, да, расписание они значительно, скажем так, улучшили, то есть там предполагается 36 пока поездов в сутки, то есть это, да, каждые 15 минут примерно, 20, каждые 20 минут, да, 36, 24 часа 36 поездов. 36 поездов на все сутки? Нет, нет, это, я говорю, Рига аэропорт, 36, это каждые 20 минут, вот, при этом указывается, конечно, что очень важно обеспечить расписание вот это вот мобильное, подвижное, но указывается, что на первом этапе загрузка поезда будет 12-17%, то есть очень высокие затраты получаются, а пассажиров там всего, да, одна шестая часть от поезда, кроме часов пик. Вот, это очень важный момент, здесь, конечно, придется государству сразу думать о дотациях для того, чтобы обеспечить движение. Курсирование. Да, но единственный момент, который я обратила внимание… А сколько будет билеты аэропорта стоить? Никто пока об этом не знает, немцы очень аккуратно, они только посчитали расписание и движение, то есть скорости, стоимости, они, это не их вопрос. А время в пути до аэропорта? Сейчас я скажу, от 10 до 15 минут, и скорость предусматривается от 90 до 110 километров в час, не выше, поскольку идет через, ну, населенный пункт, всякие такие места там красными точками обозначены. То есть столько же, если не стоять на мосту, как на машине? Да, точно так же едем, потому что в любом случае там остановка, что-то еще, то есть там написано четко, вот скорости у немцев хорошо описаны, что там будет 90-110 километров. Один момент, который не учли, поскольку они делают расписание, когда они же считают резерв поездов, то есть для разработки количества подвижного состава необходимого, один момент не учтен пока до сих пор нигде в проекте, это момент сезонности туризма в балтийских странах. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что если считать среднюю температуру по больнице, да, количество людей, и считать только людей, которые утром и вечером, да, час пик, а вот эту сезонность туризма, ее никто не учел, хотя все знают, что в летние месяцы здесь туристы как раз все, а потом наступает мертвый сезон, и этот момент совершенно нигде не учтен, и здесь может быть небольшой прокур. Ну, надо же не забывать, что для этого нужны дополнительные подвижные составчики. Ну, я думаю, что в процессе развития проекта ближе, так скажем, к началу эксплуатации, и это будет учтено, да, там немножко затратки вырастут. Так, у нас есть звонок, сейчас мы послушаем. Нет, уже не послушаем. Звоните, пожалуйста, 672-12-93-9, 672-13-93-3-9. Мы зададим вопросы Ольге Петериной, она на них вот компетентно ответит. Итак, значит, до Рижского аэропорта мы уже точно, наверное, сможем добираться, потому что на этот этап деньги выделены, как я понимаю. Да, да, да. Да, все выделено, просто единственное, что момент такой, что мы добираться-то откуда будем? С Рижской станции? Да. Вот этот момент тоже же надо, но не только аэропорт. Надо еще Рижскую станцию построить, чтобы она была удобно соединена со всем общественным транспортом, да, то есть вот эти вот моменты все в Риге. Это уже Рижской думе, видимо, надо вместе с Рижским, ну, в смысле, с латвийским правительством решать, с администрацией транспортной. Это серьезная работа. Так, у нас все-таки есть звонок. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. А вот как-то непонятно, как рассчитывается вообще стоимость, если неизвестна цена билета от станции Рига до аэропорта, который вы только что сказали, неизвестный. Это первый вопрос. И второй вопрос. А вы сами верите в то, что билет Таллинн-Вильгинс будет стоить 32 евро? Спасибо большое. До свидания. Вы знаете, я, например, не верю, что в 2030 году цена будет стоить 32 евро, но, насколько я понимаю, нам всегда скажут, что цена была рассчитана на 2016 год. А инфляция? Прибавят 14 лет инфляции, выросшую стоимость материалов и тому подобное. И она, конечно, значительно изменится, потому что зарплаты тоже ежегодно растут и так далее и тому подобное. Скажем так, будут опять считать в ценах 2016 года. 32 евро в ценах 2016 года. Но у государства должна быть запас прочности экономический для того, чтобы датировать эти перевозки и на начальном этапе обеспечить низкую цену. Например, в Италии первоначально посчитали цену на пассажирские перевозки экономически обоснованную для эффективности работы железной дороги. Но позднее пришлось снизить цену на 20% для того, чтобы люди стали покупать билеты на поезд. И это привлекло дополнительно 25% пассажиров. И тогда все стало выровнялось. Тогда выровнялось. Здесь немножко пришлось государству подключиться, но я считаю, что необходимо будет обеспечить на первоначальном этапе низкую цену путем дотаций каких-то для привлечения пассажиров, чтобы уже у людей вырабатывалась привычка пользоваться именно этим видом транспорта, чтобы они поняли, у нас же лучшая реклама – это же сарафанное радио. То есть один проехал, второй поедет тоже тогда, скажет, что это хорошо и недорого в принципе. Плюс к тому же в Европе давно существует система различных годовых билетов, школьных, детских, пригородных, месячных абонементов, годовых и так далее и тому подобное. Здесь с этим тоже, видимо, в проекте будут работать. Я думаю, что придут. Но можно инновационный метод предложить. Начать ремонт, например, Вантового моста, и будут такие пробки, что все в Уоленс-Нулинс поедут по железной дороге до аэропорта. Ну, кстати, да-да-да, вот в 2011 году, помните, когда исландский вулкан заработал, и все авиасообщение Европы прекратилось, да, и тогда железные дороги были заполнены на 150% люди, можно сказать, стоя ехали друг на друге. Да-да-да. У нас есть звонок, добрый день, говорите. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня три вопроса. Каково мнение о строительстве Аэрбалтик, министра окружающей среды Латвии, и какую он несет ответственность за этот проект, который принесет грандиозный ущерб природы? Второй вопрос. Какая экспортная комиссия Латвии дала добро на строительство узкоколейной железной дороги? И третьей, была ли экспортная комиссия Евросоюза о решении строительства этой Аэрбалтики? Рэйл Балтики, да, спасибо вам. Да. Ну, как в любом проекте, проводилась оценка воздействия на окружающую среду этого проекта при первом этапе планирования. Все эти документы по трем участкам национальным, литовскому, эстонскому и латвийскому, они есть на сайте Рэйл Балтика, там можно осмотреть очень подробные расчеты, понятно, что на первоначальном этапе они, ну, мы понимаем, что они не могут, да, 100% соответствовать тому, что будет в конце, поскольку... Ну, как вы сказали, никто не считал, в общем-то, воздействия на экологию как раз дополнительной генерации электроэнергии. Да, и плюс к тому же эстонские специалисты писали письмо в Еврокомиссию, что... Это Тартовский университет. Да, что в инвестиционном обосновании строительства железной дороги данной отсутствует требуемый, скажем так, руководством по инвесторасчетам Европейской комиссии расчет влияния на окружающую среду строительства, то есть вот эти земляные работы, вот этот вот, когда как раз основной вред наносится, экологии в процессе строительных работ, об этом писалось, но никто не обратил на это внимание. Наверное, это, ну, пока неинтересно, скорее всего. Ну, министр окружающей среды Латвии, я думаю, что он отвечает... Роспуском Рижской думы ему не до того. Ну, да, еще как бы далеко до этого ему, в любом случае, он не является ответственным лицом по этому проекту, да, у нас Министерство транспорта, там куча департаментов у них тоже, которые занимаются окружающей средой и так далее и тому подобное. В любом случае, Еврокомиссия, конечно, с них будет это спрашивать, но один момент можно было бы им, конечно, порекомендовать, увеличить требования зелёности в закупках, да, ну, скажем так, чтобы использовались материалы, которые там, ну, соответствуют каким-то, да, там, стандартам. Не так, чтобы в Латвию, Литву и Эстонию продавали то, что, ну, вот, на тебе, боже, шо нам не гоже, да, там, например, для себя там немцы что-то сделали уже новенькое и самое энергоэффективное, а сюда как-то, ну, можно будет так. Вы привлекаете на подвижной состав бывшего употребления? Нет, даже не про это, а про то, что, например, ну, всё равно куча же материалов, даже те же рельсы, шпалы, то есть для, существуют инновационные материалы, которые требуют, например, меньше электроэнергии и так далее и тому подобное. Вот если бы Рейл Балтика увеличила требования такие в своих закупках, что должно использоваться вот такое, вот такое, вот такое, это было бы прям для них, ну, мне кажется, они бы были... Хорошим пиар-кодом. Да, они бы были молодцы, ну, я пока такого в закупках особо не видела. А если говорить о министерствах, то вчера состоялось заседание Народно-хозяйственной комиссии Сейма по поводу того крика о помощи, который подали работники Рейл Балтика, компании РБ Рейл, опубликовав открытое письмо о том, что её компанию лихорадит, вот уже пятый руководитель за 14 месяцев меняется после ухода финского руководителя компании. И обсуждение было достаточно бурным в Сейме вчера, после него, значит, было дано строгое указание министерству сообщения навести порядок в управлении предприятием, обратить на это внимание. А депутаты, которые участвовали в обсуждении, сказали, что вообще-то всякие эти разговоры вокруг Рейл Балтики – это происки врагов. Ну, не сказали, что рука Москвы там и кто-то там ещё виноват, но, по крайней мере, суждение было такое, что, знаете, критиковать Рейл Балтика – это лить воду на мельницу врагов. Вот мы как раз этим сейчас занимаемся с вами? Нет, ну, критика, она же бывает разная, да, бывает там тогда огульно кого-то кто-то говорил, а бывают такие вещи, когда вот, например, ты что-то делаешь, и у тебя уже глаза замыленные, да, потому что ты как бы в одно увлекаешься, а на самом деле можно использовать какие-то альтернативные варианты решений по другим вопросам. Мы как раз этим занимаемся, то есть конструктивная критика, она другая, она предлагает некоторые моменты, может быть, сесть, расслабиться, досчитать до десяти и пересмотреть. Пока не поздно. Чтобы улучшить. Да, у нас есть звонок, добрый день, говорите, мы вас слушаем. Хеллоу. Добрый день, говорите. Я вот хотел сказать такую мысль, которая прояснилась в этом плане. Я думаю, что экономический проект, который сделан на Рейл Балтике, он просто экономически не выгоден. Предлагался уже самый выгодный вариант на европейском континенте соединиться с Азией, это Лиссабон, Володьбе, Восток. А далее могли бы еще продолжить этот проект через Чукотку и мост в Америку. Вот это был бы проект. А, очень хорошо. Я бы был заинтересован. Спасибо большое. Ну, Лиссабон и Владивосток – это идея, так сказать, евразийская, и в данный момент она не обсуждается, наверное, из-за разных политических причин. Но все-таки вот если говорить о Европе, да, идея соединения европейской сети, она как бы кажется очень позитивной и такой нацеленной в будущее, нацеленной на благосостояние людей, их удобства и так далее. Но вот как в реальности это происходит? Вот как сегодня эта сеть работает? Удалось ли португальцам добираться до Парижа по железной дороге или у них есть трудности? Ну, в Востоке, не говоря уже в Вне Востоке. Ну, система европейская ТНТ, которая предусматривается для соединения всей Европы, она в любом случае похожа, ну вот если рассматривать, брать междисциплинарный подход, это система кровеносных сосудов, да. То есть в самых тупиковых станциях это очень узенькие сосуды, да, и вот чем ближе к центру Европы, к сердцу, вот к этим местам, естественно, что там сосуды все шире и шире, а грузовые потоки с пассажирскими все больше и больше. И поэтому понятно, что все из тупиковых станций, да, из конечных, так скажем, европейских направлений хотят иметь прямую связь с центральной частью Европы, но все же развивают только свою часть, не будет же Португалия вкладываться во французскую железную дорогу или в немецкую железную дорогу. Но речь-то идет о другом, что французы не очень хотят, чтобы к ним португальцы ехали. Да, вопрос в том, что на самом деле национальные интересы, они превалируют над общеевропейскими, и все стараются, это всегда будет, и все стараются защитить собственный рынок от входа каких-то чужаков. Например, вот Латвию заставили еще, бог знает когда, разделить свой рынок, открыть его, да, там железная дорога отдельно, инфраструктура отдельно, пассажирские перевозки отдельно, пустить всех, кого надо, кого можно пустить. Вот испанцы, они до сих пор не открыли свой рынок, чтобы к ним не пришли производители подвижного состава, Siemens, Alstom, у них закрытый рынок, никто ничего не может сделать, потому что они сами производят свой подвижной состав, им не нужны конкуренты на рынке, которые придут с более низкими ценами, поскольку тогда люди, которые работают на испанском рынке, машиностроение, обслуживание и так далее и тому подобное, они останутся без работы. И каждая страна защитит, старается защитить свой, ну хотя бы рынок труда вот этим вопросом. Сейчас мы вспомним Парижский вагоностроительный завод, который выпускал сколько там поездов месяц в год, да, и будем плакать, к сожалению, о том, что уже не вернется. Наталья, вот насколько я понимаю, в транспорте считается, что вообще перевозки по железной дороге, которые менее тысячи километров, это нерационально. А у нас тут имеется 870 километров. То есть, на что мы рассчитываем, что мы проедем через Польшу, а что Польша нам обещает? А Польша пока ничего, по-моему, не обещает, насколько я знаю. Только слышала в разговорах с литовскими коллегами, с литовской железной дорогой, о том, что они подключатся к проекту, когда будет происходить перераспределение европейских денег. Ну то есть, это очень все размыто пока. Там искоростение, там… То есть, Польша подключится, если деньги покажут, где-то морковка. Да, покажут, да. И пока же там и инфраструктура не приспособлена к скоростным движениям. Но опять-таки, Ольга в прошлый раз говорила, что они, в общем-то, готовятся, да, они будут участвовать. Здесь то же самое, вот только то, что только что мы сказали, приоритеты национальных интересов над общеевропейскими. Поляки в этом отношении, ну они жесткие. И более показательные, да. Мы все прекрасно знаем, как они используют активно европейские средства, а своими собственными, они работают в других направлениях, вот, используют активно. И железная дорога точно так же. У них в стратегии развития железных дорог указано четкое направление, какие соединить основные польские города с Германией, да, вот момент такой. А вот участок, например, и, кстати, для них более важный участок с Белоруссией, ну, транзит, например. Ну, да, китайские поезда идут. Да, все, вот этот есть приоритет называется. А вот этот участок у них, там, по-моему, даже однопутный участок на границе есть, и скорость там не больше 45 километров, ну, на данный момент. А впоследствии будет, ну, наверное, может быть 70, там, 80 километров. То есть в любом случае будут узкие места, будут такие моменты, где скорости не будет. Но поскольку это будет находиться за пределами, вот именно магистрали Рейл-Балтик, об этом стараются не говорить. Да, о негативных моментах не говорят. Если бы их обсуждали и подключались к решению этих моментов, мне кажется, это было бы более позитивно и на имидже дороги отражалось бы, и на имидже тех компаний, которыми этими занимаются. А в данный момент, когда все какие-то моменты где-то с одной компанией услышат, с другой, а в итоге виновник торжества об этом никак с общественностью не обсуждает, это очень плохо смотрится. Поэтому хотелось бы больше информации. Ну, вы же регулярно читаете, что публикует Рейл-Балтика на своем сайте. То есть эта информация дается, она открыта, и любой человек может с этим ознакомиться и оценить. Или из этих цифр ничего нельзя понять? Если у тебя нет специального образования, ты там мало что поймешь. Ну, на самом деле. Плюс к тому же многие вещи как раз сделаны на трех языках. То есть эстонский участок дает на эстонском языке документы. Латвийский участок на латвийском, литовский. Но их дублируют на английский. Да, ну есть, есть. А есть некоторые не дублируются. Ну, такие вещи. А так вообще, конечно, информативный. Я бы даже сказала, если все три участка сравнить, то когда открываешь литовскую секцию, например, у них более информативный о том, что… Видимо, может быть, потому что они больше работ производят. Поэтому чаще смена новостей идет, обновления, такие какие-то моменты. А у них что, денег больше? У них денег больше? Мне кажется, у них заинтересованности больше. На самом деле, если говорить, скажем так, этот проект один на три страны. Инвест-обоснование делалось, скажем так, для Европейского Союза. А купятся ли деньги Европейского Союза? А региональные аспекты, как это в каждой из трех стран будет работать, нигде не обсуждалось. Если рассматривать региональные аспекты, включая уровень загрузки поездов, количество поездов, частоту расписания, то литовский участок самый грузозаполненный и пассажирозаполненный, у них даже размещение в сети более удобное. То есть у них в сети три станции, крупные, я имею в виду, Паневежис, Каунас и Вильнюс. Ведь первоначально через Вильнюс дорога не шла, даже так не рассматривалась. Но литовцы настояли на том, что раз через две стролицы проходят, подключите и нашу столицу. И Евросоюз оплачивает эти 110 километров строительства, и сделали три станции. А это значит, у них намного выше будет агломерационный эффект, я имею в виду региональных поездов, соединения. То есть результат у них, и они знают, что у них прибавочная стоимость этого проекта будет, в отличие от всех остальных. Плюс к тому же у них близость, вот в Польше в 2024 году построит, ну собирается хотя бы ввести в эксплуатацию, там, две атомных станции новых. И литовцы прекрасно знают, что они запитаются оттуда, и у них будет дешевая электроэнергия и чистая. То есть у них есть и экологическая составляющая, на самом деле, и экономическая составляющая. И здесь опять мы видим разницу национальных интересов. То есть если они знают, что вот, да даже со стороны видно, что там, вот там действительно будет экономический эффект. Даже. Я не говорю... Мы начнем с того, что узкую колею до Каунуса они дотянули довольно давно, и там уже сколько, Наталья, перегружается там, как он развивается, этот проезд? Я скажу. Сухой порт. Это они сейчас его строят, там очень хорошо совмещают с колеей 1520, чтобы не было никаких узких участков и проблемных мест с перегрузкой грузов. С 1520 на 1435. То есть у них прибавочная стоимость в этом проекте будет, будет высокая. А латвийский участок, он, во-первых, по инвестициям самый дорогой, вот если даже взять по стоимости, стоимость за километр здесь дороже, чем везде, плюс огромные затраты на строительство моста. Но, скажем так, литовцы же работали в свое время с Еврокомиссией, они же запросили себе на Вильнюю станцию, им дали это, им дали эти 110 километров, им дают деньги. Латвийский участок должен тоже активней, даже сейчас работать должен активней, с какими-то будущими там грузоотправителями, ну, какими-то инвесторами и так далее и тому подобное. Но мы не видим этого. Литовцы даже отвечают на вопросы по этой теме моментально, мгновенно. Вот я обращалась в течение недели по Райл-Балтика, тут же нашелся человек на дороге, который все рассказал. И, например, наши. Где концы на нашей дороге, кто этим, кто владеет этой информацией? В министерстве сообщений мне так и не ответили по поводу вложения государства, конкретно латвийского, в латвийский участок. То есть все, тихо. Еще интересный вопрос, есть еще интересный вопрос, который тоже почему-то до сих пор замалчивается, но он очень интересный, это выкуп земли. То есть мы объявили конкурсы на проектирование. Кто-то должен сильно заработать, потому что это же информация, которая очень материально чувствительная. Ну, например, в Литве сразу законодательно, как только место трассы определили, даже не проектное, а просто планирование, они под законным актом запретили продавать эту землю. У нас такого не будет. И на этой оптимистической ноте мы должны сегодня закончить наше обсуждение. Напоминаю, мы сегодня обсуждали Рейл Балтика. Запись этой передачи вы сможете посмотреть на Ютубе буквально сегодня вечером, она будет выложена. Смотрите программу «Подоплека» по четвергам. И сегодня у нас в эфире были Ольга Петерина, экономист, докторант Балтийской международной академии, которая пишет диссертацию по Рейл Балтике, эксперт по транспорту Наталья Вострухова и вела передачу Людмила Прибыльская. Всего доброго, хорошего дня.